парни всем привет сейчас хочу заняться задними фонарями на крафтере они капец ушатанные какие и все там держится на соплях на казахской сварке крепления нету и они короче болтаются даже не знаю как они там крепятся сейчас вот хочу ими заняться и сделать более-менее нормально как-то по-человечески чтобы они там стояли в своих посадочных местах как положено вот они фонари принципе то же самое как и на спринтере только немного измененного дизайна хотя я не знаю как они на спринтере крепятся но здесь короче вот выглядит здесь выглядит все вот так то есть здесь никак фонарь не закреплены и этот фонарь тоже вот в таком вот состоянии здесь дыра но здесь чуть чуть более-менее он как-то еще стоит но все равно тем не менее болтается да а этот фонарь болтается сильно здесь короче как я вижу крепление фонаря раз два три и ну как положено все вот на казахской сварке здесь вот какая-то железная скоба там прикручена здесь куска нету здесь куска нету здесь вот на одном винтике то есть вот так все короче здесь болтается здесь да ну да здесь я вот два по моему два винта да вот этот шуруп и нижний шуруп уже прикручивал чтобы он до чтобы они выпал вообще тут надо на одном винте он был закреплены ну то есть надо сейчас мне то есть сейчас надо его снять короче говоря и счета с ним сделать покупать я их не хочу потому как они дорогие слишком и цена таких фонарей у нас на крафтер средняя цена примерно где-то 100 баксов за 1 но 90 долларов 100 долларов примерно такая цена на тенге это 40 50 60 тысяч тенге вот такой разбег это слишком дорого и я сюда такие деньги вкладывать не хочу поэтому сделаю ну по своему методу что-то надо запаять что-то надо припаять может быть какие-то уши сюда припаять что-то как-то подусилить и какие-то крепления придумать сделать сам я не знаю точно какие здесь именно достоверны крепления потому как я не видел еще какое крепление на таких фонарях ну что-то буду короче химичить мутите более-менее по человече сделать не вот так на казахскую сварку вот так вот лишь бы лишь бы ну что-то нужно короче придумать и с этим фонарем тоже надо что-то придумать разбитый треснутый кто-то его уже тут подклеиваем не очень ровненько подклеена и надо что-то сделать с ним тоже о чем сейчас будем этим вопросом заниматься но в общем открутила это крепление вот такая вот здесь фиговина стояла и вот такой ржавый шуруп снимается да вот он весь тупо обломанный крепление нету здесь крепится раз два три и здесь получается раз два три какой здесь крепление не знаю ну получается какие-то сюда такие штифты должны вот так вставляться ну то есть на фонаре должны стоять какие-то такие типа таких пальчиков которые сюда так раз вставляются и защелкивается так снял второй фонарь и здесь получается боковое крепление на кузове вот такой вот вот такие ушки раз два три на том обломанные все ушки нет таких креплений ну здесь зато вот эта планка целая а на этом все обломанное здесь целое здесь с этим вопросом будет полегче там надо что-то вот эти куски как-то делать искать такой пластмасс и боятся здесь получается вот такие вот крепления сейчас вот эти аккуратненько вытащить пальчики вот эти пины и вот такие оказывается пальчики что-то надо придумать такое так ну ладно по вот этим пальцем как образцы сейчас я по ним что-то буду мутить думать хорошо хоть эти два штуки есть сохранились а по ним что-то можно будет придумать на вот этот фонарь крепление какое-то сделать и вот эти ушки тоже хорошо что здесь есть вот на тот фонарь я теперь буду знать как сделать такие уши пластика раздобыл много короче говоря вот сколько такой же пластмасс какие вот этот вот на фонаре вот он твердый оба пластик где он тут есть написан марка пластмассы твердых руки на излом но прочный свою форму вот так прочно держит она излом он сразу мать короче снял я этот пластмасс из-под рулевой колонки от гольфа от гольфа 4 по моему вот он столько пластмассы мне вполне да все перепаять весь фонарь сейчас вот сюда вот лекала сделаю в этот кусок недостающий и впаяю ну лекала как делать знаете да вырезать там с куска бумаги из картона пример примерку делаете как чего он пластмасс подходящий ищите подходящей конфигурации и сюда впаиваете паяльник паяльник вот такой простой обычный сидите короче молча тихо потом паяльник это все так ребятки все вот вторую портянку западу пятачок тоже напаял 1 пятачок два пятачок чуть выше иду чем вот этот бортик немножко сливка теперь получается здесь вот такая вот тема нужно сейчас немножечко как бы облагородить этот вид эти следы пайки такие убрать ну это зашкурить и огонечком так чуть-чуть вот так горелочку так дать когда горелочка так делаем а так шершавую поверхность делает и более выглядит однородно так что и Примерно где-то так. Нормально, нормально. Буртик есть нормально. Да, я думаю, пойдет. За красотой не надо гнаться. Главное, чтобы функционал был. Все равно эта часть, она закрытая от глаз. Пойдет, короче. Все лучше, чем было на казахской сварке. Главное, чтобы функционально было и могло крепиться. Это хорошо. Все тут остается. Проделать вот такие вот отверстия, дырки здесь. И вот здесь вымерить. Это я вымерю по второму фонарю. Вот так прикладываю. И по нему... Так. Вот так фонарь прикладываю. И по нему вот так вот нанесу отметки. И засверлюсь. Сделаю отверстие здесь и здесь. Так, ребятки. Вот сижу сейчас. Вот пропиливаю вот эти уши. Вот они вот. Здесь пропил сделал. Здесь вот пропил сделал. Это ухо еще не сделал пропил. Вот оно целое. Но нужно как бы идентично же все сделать. Все пропилы с фонарем оригиналом. Про чего я говорю. Вот фонарь оригинал. Которые крепления вот оригинальные. Вот так выглядят. Видите, да? То есть точно так же я хочу и с тем фонарем сделать крепление. Ну, а здесь вот эти вот солдатики пальцы вставляются. Вот он, этот пистончик. Здесь, конечно, вот шляпка поломанная. Сюда надо тоже что-то придумать, короче говоря. Либо какой-то заменитель я навряд ли найду. Вот так вот. Должен быть пистончик это стоять. Точно так же хочу и сделать на том фонаре. Вот на этом фонаре. То есть сначала я сделаю вот такие пропилы. Я их, собственно, сейчас и делаю. Вот. А потом, чтобы... Для чего первым делом вот это делаю прорез? Чтобы видеть вот это вот дно основания. Чтобы потом вот здесь сделать выборку. Вот. Внутри. Так будет удобнее и логичнее. Потом чепонь какой-то сюда такой вот пистончик-солдатик. И будет как оригинал. Такая вот ботва. Нудная, долгая, кропотливая. Ну, что-то может какой-то другой способ есть. Как закрепить и сделать крепление. Ну, короче, пока я ничего не вижу. Как сделать только таким же образом, как и на родном. Ну, хотя мне и хочется сделать более близко к оригиналу. То, чтобы меньше было всякого колхоза. То будете потом писать. Колхозник заколхозил, там захерачил, как попало. Но мне не охота сделать, как попало. Мне охота сделать более-менее достойно. Ребятки, давайте посмотрим, на какой стадии реконструкции этого фонаря. То есть, вот сейчас я уже сделал выборку. Вот здесь. Вот видно, да? Здесь вот в этом вот кармане. Вот так выборку замутил. Так, вот он оригинал. Вот, видите, внутри. И вот такая выборка для того, чтобы туда вставлялся пистон, вот этот палец. И вот теперь моя выборка. Вот так выглядит это. Так, вот оригинал. Но то, что она сверху неказистая, это никакого значения не имеет. Главное, мне нужно будет вот эта внутренняя выборка, глубина. И, соответственно, вот этот вот пазик. Это выборка вдоль всей длины. Вот, то есть, у меня она вот сейчас здесь. Вот она есть. Вот она есть. И выборка вот туда вот в глубину. А то, что она вот так сверху выглядит, необработанная, это никакого значения не будет играть. Вот здесь я еще не убрал фрезой. Вот только здесь есть прорезь центральная. Вот здесь также такой карман. А здесь, видите, вот глухая напаянная пластмасса. Вот такой вот кубик. Кубик такой пластика напаял. Вот сейчас буду здесь фрезой выбирать. Ну и, соответственно, здесь также еще не убрал. Ну, то есть, как бы вот так. Долгая история эта, да? Кропотливо здесь-то уже все он сделал. Здесь, здесь, здесь. Так как вот здесь, здесь, здесь. Здесь все готово. Соответственно, внешнее крепление самое легкое. А внутреннее вот это вот, это потайное крепление фонаря довольно таки сложно. Но, тем не менее, я думаю, должно получиться достойно. В общем-то, в принципе, я и закончил уже пайку этих задних фонарей. То есть, вот такие вот закладные потайные сделал. Раз, два, три. Примерно это будет выглядеть вот так. Такие вот болты. Сделал, ну, типа наподобие вот этих штуковин. Вот так, да? Здесь вот лежит закладная. Вот такая закладная. Там резьба. Сюда чпонь. Теперь вот этот болт, чпонь. Откуда такие болты? Вот сейчас. Так, минуточку. Вот так раз. И закрутил. Все. Откуда эти болты? Ребята, Мерседес в помощь. Вот. Мерседесовский фонарь. Мне в этом помог. Это, пацаны, 203 фонарь. Здесь стоят болты. Вот здесь. Раз, два, три. Такие болты стоят. Так. Выглядят болты вот таким образом. Вот они здесь все так и были вкручены. Откручены. Видите? Отсюда я их выкрутил. Как раз тут четыре болта. То, что мне и нужно было. Четыре штуки. Вот одна резьба. Вот тут крупная. Вот такая вот. Как она. Дюймовая, да? Практически. А здесь метрическая. Вот европейская резьба. В общем-то, пацаны. Мерседес вылечил Вольсваген, Мерседес. И вот такой болт. Ну, то есть, вот сюда вот я приспособил. Вот он. Отлично. Здесь вот так он сидит теперь. Вот видите? Вот видите? Вот видите? Вот все крепление. Но вот это вот такая шайба компенсатор, чтобы когда будете фонарь ставить, чтобы он больше туда в закладную на кузове не ушел, а имел вот именно какой-то зазор. Ну, то есть, вот видите? Как как на родном вот такой вот компенсатор. Типа так. Вот. Здесь с этим фонарем я закончил. Вот с этим фонарем две штуки здесь есть. Вот раз. Вот два. Только их нужно будет сейчас сделать. Я их сейчас вот буду делать. Вот. А сюда вот третий в середину точно по такому же принципу. Вот так раз. Здесь вот тоже закладная. Только я здесь ухо не делал. Здесь ухо было целое родное. Вот раз. Закрутил. Все. Вот он стоит. вот этот пальчик-шпенек. Так. А с этими что? Здесь же вот обломанные шляпки. Те, что должны быть вот тут вот. Типа как вот салазка работать. Видите? Сейчас я буду делать эти шляпки. Вот они. Вот такие шляпки. Выглядит вот эта тема так. Здесь вот оторванная шляпка. Та, что в закладную вставляется в Паттай. Вот здесь единственное. Вот я просверлил отверстие для того, чтобы вот такой вот вот такой вот винтик-шурупчик сюда вкрутить. Вот так видите? Раз. И все. Вот здесь он вот так вкручивается. Вот. Из той же самой пластмассы вот этот жесткий ломучий-вонючий припайки пластика ABS плюс PC ABS плюс PC пластик называется. Вот такую вот закладную замутил. Тут вот видите? Такая потайная фаска для того, чтобы вот этот шурупчик-винтик вот так ложился в ровень. Вот так. Если просто сделать без такой вот фаски снятой углубления вот такого вот. А вот такая допустим ровно дырка будет, Вот так сделать. то будет болт стоять этот шуруп. Вот таким образом. Это пупырь это неправильно. Так не должно быть. Можно и так сделать, но это делают так, когда нахрен-похрен все. Мне нахрен-похрен не надо. Мне надо сделать по-человече, поэтому вот заморочитесь. Но я заморочился и сделал такую вот выборку. все сюда делаешь и вот так видите, все как пучком становится, как родное, как у аннушки все заходит. Вот так раз и мутим эту тему. Вот так раз закручиваем вот так чуть-чуть притянем еще чуть-чуть притянуть отлично держится. Вот великолепная история получилась. Вот такой палец получился пин так называемый. Теперь можно закладывать в фонарь. Так вот так выглядит вот эта тема. Вот сюда вот вкладывается у нас шпунь вот и все. Вот такая вот ботва получилась. Так с этим креплением то все короче говоря полностью закончил. Теперь я его хочу помыть внутри потому что там пыли много дофига короче вот чтобы он был прозрач более прозрачным и можно уже ставить на машину. А вот с этой вот тем вот то что здесь дырка сейчас пока у меня нету такого материала поэтому я оставлю как есть только единство что тоже внутри его сейчас обмою от пыли грязи чтобы был более чистым прозрачным фонарем. А потом как появится исходный материал я вот этой вот дырой конечно же займусь и сделаю его человеческий приличный благородный благородное состояние сейчас я вот эту крышку колодку сниму с лампочками и промою его там чтобы он был чистый и ставлю на машину все считаю что я с фонарями закончил будут у меня фонари крепко нормально сидеть так как им и нужно да Мерседес помог починил мне volkswagen crafter sprinter так можно сказать фонарик внутри помыл сразу чистенький немножко не просушил до конца чуть-чуть запотело на холоде с тепла там проводку заправляем спас в кузове ну и все вот этими пальчиками направляйками вот сюда залазим сюда 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 все попали так вроде везде попал сидит сидит вот в ровень с кузовом здесь тоже ну а здесь сейчас просто на три шурупа посмотрим сейчас на эту красоту вот и все ну и великолепно отлично сидит здесь вровень здесь вровень вровень нигде не вылазит фонарик чистенький внутри сразу светлее он стал намного здесь тоже по двери нигде не цепляет двери надо делать здесь то же самое тоже чуть-чуть запотел я вот уже помол дырка здесь так и осталось здесь зазорчик и есть есть здесь вровень 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 да чуть нет здесь здесь немножко какой-то кизячок зазорчик ушел ну ладно это нам там закладную поправить будет и фонарь сюда немножко выдвинут но это после позже сделаю сейчас пока на это пока на это время нету вот пленка наклеенная была почернела ее надо снять отсюда видать они подклеивали уже фонарь и пленку наклеили такие есть пленки брони брони пленки есть которые прозрачные вот она наклеенная сгорела черная отодрать она будет это когда фонарь там буду делать уже все заодно сделаю зашкури потом отполирую лаком покрою будет огонь пушка всего пацаны фонари не болтаются да мертвы сидят фиг вытащишь а то они от ветра вот так короче как уши раз так открываются сюда задувают они так чикс открылись от ветра сейчас мертвы сидит и здесь тоже о ништяк сидит мощно классно все нравится огонь пушка парни вот так восстановил фонари теперь они у меня не болтаются от ветра никуда не улетят и сидят ровненько крепенько как и положено думаю что достойно пока сделал крепление фонарей ну а с тем фонарем где дырка уже в следующий раз доделаю когда будет время кому видос понравился ставьте свои лайкосики там на строчке комментарии и на этом все пока не ломайтесь если сломались чинитесь грамотно